Следующее видео называется «Переоценённые писатели». Опять, опять, опять юноша, которого научили читать и писать, мстит, мстит за это. Здорово, друзья. Ну что ж, пришло время поджарить несколько задниц, потому что сегодня мы поговорим о самых... О, да. ...переоценённых писателях. Я предупрежу, что не буду называть какую-нибудь Донцову, Олега Роя или Павлу Каэлью, потому что понимаю и так, аудитория этого канала не особо-то жалует этих писателей. Мы пройдёмся по тем авторам, которые считаются, ну, чуть ли не иконой литературного мира. И давайте не будем ходить вокруг да около и начнём со Стивена Кинга. Хорош ли Стивен Кинг писатель? Ну, наверное, да. Он похож на молодого Константина Сёмина. Не он ли он? Конечно! Этот автор... Тут согласен. Стивен Кинг говно. Идём дальше. Писал целую кучу романов. Он пишет просто тонны книг, и среди них, конечно, есть неплохие. Это Зелёная Миля, это Тёмная... Ну, хорошо, что здесь он не будет русскую литературу засирать хотя бы. ...башня на любителя, но всё же, ну и, может быть, ещё 2-3 романа. На 90% его творчества это просто страшные истории, которых пишется очень много, продаётся в каждом книжном, в таких чёрных или красных кричащих обложках, и эти книги никому нафиг не были бы... ...пишут, Чиш, Нью-Йорк сменил формат. Не, если Чиш попытается прочитать книгу, у него, блядь, голова закрошится, он сознание потеряет. Потому что там же нужно глазами двигать по строчкам, чтобы буквы в слова складывались. Ты чё? Хехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехе... Чижа это убить может просто вот такой... ...аааааааааааааааааааааааааааааа... И упал на пол. Нет, нет, для Чижа это слишком сложно. Это, блядь, человек, который пытался в Нью-Йорке взять интервью у лошади. Он таксистом работает. Алло, какие книги. Вы нужны, если бы их написал не тот самый Стивен Кинг. Секрет его успеха очень прост. Это, во-первых, несколько хороших романов. Тут не убавить, не прибавить. Попытался прочитать строчку и умер. А во-вторых, его колоссальная работоспособность. Когда писатель очень много пишет, то, естественно, его продвигают и издатели. Потому что на нем просто зарабатывать. И у читателей он всегда на слуху. По Стивену Кингу сняли новый фильм, Стивен Кинг написал новую книгу, а вот еще одну, и еще одну, и так до бесконечности. У него очень много плохих, откровенно слабых романов. Это и парень из Скалорадо, и мобильник, кладбище домашних животных, ну такое. И почти все его творчество — это книжки на вечерок. Стивен Кинг неплох, само собой. Но он сильно переоценен. Следующий в списке — Джордж Мартин. У нас не так много по-настоящему крутых фантастов. Можно их перечислить по пальцам одной, ну двух рук. Это какой-нибудь Муркок, Сапковский, Аберкромби. И Мартин попал в этот список не потому, что он потрясающий писатель, а просто потому, что по его книгам сняли сериал. Это не отменяет того, что песня «Да и пламени» — это интересная. Бля, мне кажется, сейчас Нетфликс, он по любой хуйне вообще снимет сериал абсолютно. Интересная серия, у которой есть свои фанаты. Но это никак не лучшая фэнтези. Оно чертовски затянуто. Там очень много лишних... Не люблю фэнтези. Чисто, чисто эстетически мне не нравится. Событий. Оно не так хорошо написано. Многие сюжетные линии откровенно провисают. И часто в своих книгах, вместо того, чтобы двигать сюжет, который и без того развивается крайне медленно, Мартин начинает описывать великие дома Вестероса, их сюзеренов, кто кому приходится, сыпать на нас гору фамилий. И я понял бы, если бы история была про Столетнюю войну. Но это фэнтези. Многое из того, что он описывает, можно было оставить за скобками. Как, допустим, было у Толкина. Он написал Сильмариллионную, куча всего, но в «Волослин колец» вошло только основное. Мартин же несет все, что ему заблагорассудится. И поэтому читать его серию крайне тяжело. И это явно не образец жанра фэнтези. И давайте честно, много ли из вас слышали о Мартине до сериала? Конечно, некоторые слышали. И у него была своя фан-база. Это довольно известный в узких кругах писатель, которого можно читать, которого можно любить. Но такая повальная любовь и восторг его серии пришла только после очень крутого сериала. Как ни крути это так. А вы только вдумайтесь, многие фанаты Мартина не читали ни одной его книги. Примерно то, что... А очень крутой сериал, это какой сериал, блядь? Напишите в чате, я не в курсе. А что ты читал у Стивена Кинга? И что показалось тебе говном? Все говно, кроме мглы. То же самое происходит и... А, и вот этой хуйни про клоуна, короче. Где был какой-то демон, который клоуном... В качестве клоуна к детям приходил. По-моему, это даже экранизировали и не раз. А, еще была хуйня хорошая про параллельные измерения, где люди на самолете летели. И еще была прикольная штука про какое-то чудовище, которое... Вальда... Не, ну вообще были хорошие книги, на самом деле. Не, ну вот про мобильник, это полная хуйня. То, что где-то лет 10 назад вышло у Кинга. И всякие другие. Там потом про эту башню, вот эта хуйня полная абсолютно. Какая-то темная башня, вот это говно. Там, причем, несколько книг написано в этой вселенной. Это очень слабо. У Сапковского, по книгам которого сделали очень крутую игру, серию игр «Ведьмак». Во-во-во, Ланганьер, да. Это про этих, про людей, которые на самолете летели куда-то. И попали в этот... в подмир. Теперь все тоже фанатируют о Сапковского. Хотя, ну, как ни крути, его книги тоже не такие крутые. Но Сапковского мы трогать сегодня не будем. А Мартин, очевидно, неплохой писатель, но крайне переоценен. Ну и, конечно, этот список не мог обойтись без Дейла Карнеги. Куда же без этого очень позитивного психолога, который закончил... Вот с этим роликом не могу поспорить никак, потому что, да, правильно он засирает здесь. Вот зря он на Пушкина наехал. Вот это я ему не простил, конечно. Хотя Пушкин, это не мой любимый писатель. Мой любимый писатель это Лермонтов. ...пошел жить самоубийством. В смысле, поэт, поэт, блядь. Я уже заговариваюсь, слишком долго стримлю. Да, то есть... Мой любимый поэт это Лермонтов, но на Пушкина в прошлом ролике он зря наехал. Да не о том речь. В свое время, конечно, он сделал очень крутую вещь. Он заставил всех увлекаться психологией. Раньше это была наука для узкого круга специалистов, и Карнеги принес ее в массы, рассказав, как всем нравится, как заводить друзей, и научил людей разбираться в своем состоянии. Если вы, допустим, возьмете книги Фрейда, то очень быстро поймете, что вы ничего не понимаете. Потому что все написано сложным научным языком с большим количеством... Нет. Если тебе Фрейд кажется тяжелым, ну... Более сложные книги точные для тебя. Коминологии узкоспециализированы не для широкой публики. Если вы берете книгу Карнеги, то вы понимаете, что это все ясно, это все просто, и это можно применять на свою жизнь. Именно поэтому Карнеги был очень близок к массам его насилия. Но, с другой стороны, Фрейд, он научен в той же степени, как и Рон Хаббард или Карл Маркс какой-нибудь. И на руках, и до сих пор он популярен, что странно. Потому что современное научное сообщество разнесло его идей в пух и прах. Все, о чем писал Карнеги, сейчас не актуально. Основные идеи Карнеги — это такое приспособленчество. То есть говорить людям то, что они хотят услышать. Говорить с ними на те темы, которые им интересны. Улыбаться, всегда быть позитивными и так далее. Все это... Ничего-ничего, СЖИДаблью еще зафорсит Карнеги. То есть это... Я думаю, СЖИДаблью даст второе дыхание Карнеги. Это как бы здорово, но мало того, что это не работает как надо, так это может еще и навредить самому человеку, кто все это применяет. Поэтому сейчас к Карнеге нужно относиться крайне осторожно. И если уж очень сильно хочется почитать что-нибудь из его книг, то я советую вначале взяться за критику. И посмотреть, какие из его учений, почему критикуются. Ну а потом уж, если сильно хочется, можно взяться и за его работы. Хотя я не советую, считаю, что Карнеги чертовски переоценен. Ну а дальше у нас Дэн Браун. Согласен. Второе, я считаю, одним из худших писателей в принципе. Это что-то на уровне Донцовой. Только у той, это детективчики с Виолой. Да, только у Дэна Брауна темы выбираются, значит, более такие необычные, скажем так. С таракановой и с легким сюжетом здесь же раскрываются тайны Ватикана. Причем сделано все это крайне криво, какие-то дурацкие идеи. Ну, далеко не во всех книгах именно Ватикана, ну ладно. Мирового заговора и почему-то это хавается. Известно, что Дэн Браун очень не любит католическую церковь, и поэтому все его творчество это попытка как-то уязвить... Ну, его в детстве священник выебал просто. ...ту религию. Причем достигается это довольно примитивными путями, очень легкое повествование, куча не состыковок, и при этом пафос, пафос, пафос события происходят. Ну, по-моему, все его основные книги, они экранизированы еще к тому же. ...по всему миру раскрываются мировые заговоры и так далее. Все это, ну, крайне пошло и примитивно. Если среди вас есть фанаты этого автора, то я советую прежде, чем кидаться в меня тухлыми помидорами, почитать Умберто Эко, потому что Браун это такая убогая... Согласен, маятник Фуко. ...пусть читают имя Розы. Да, вот здесь-здесь я согласен, в общем-то, с этим роликом данного товарища. Копия, знаете, Умберто Эко для бедных, поэтому... ...для бедных и тупых, я бы сказал. ...автор крайне переоценен, и я его... ...правильно, читайте Умберто Эко. ...очень не советую. И, знаете, на этом я бы, наверное, хотел закончить, потому что религиозные чувства фанатов книг нужно задевать по чуть-чуть аккуратненько. У меня, конечно, еще есть в списке крайне переоцененные писатели, возможно, мы пройдемся по ним в следующий раз, если... ...если этот формат... ...Айн Рэнд. ...интересен. Ну, а я с вами прощаюсь, пока, друзья, и будьте клевыми. Айн Рэнд, Карл Маркс, Рон Хаббард. Как будто очень переоцененный автор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова